Привет, дорогие друзья, на канале Автокапер. Тема ролика такая у нас будет сегодня. Почему не стоит устанавливать фольгу изнутри? То есть фольга это какая? Отражателя. С отражателями. То есть все вы могли видеть, ну как у меня на аватарке вы зашли под ролик. То есть мы ее покупаем для чего? Чтобы она служила как отталкивающий эффект от солнца. Когда мы ее на липучке ставим, на лобову, да, оно отражает солнце. И соответственно у нас в салоне не так жарко, когда мы садимся в салон. Если у нас кожаный салон не нагревается, если кто-то ходит, он так быстро не может рассмотреть, что там. Потому что через лобову она у нас как всегда не тонирована. И он в общем много плюсов, чем минусов. Но я нашел несколько минусов. Вы уже после этого просмотра ролика решите, стоит ли вам покупать такую фольгу. И все-таки стоит ограничиться. Так вот, когда можно устанавливать такую пленку изнутри, а когда нет. Многие сейчас напишут, а что ее снаружи устанавливать. Нет, друзья, ее не нужно снаружи устанавливать. Но если у вас не атермальное стекло, то лучше ее вообще не ставить. Потому что проблем потом не отберете. Так вот, если лобовое ветровое стекло вашего автомобиля атермальное, то вы легко можете использовать защитный экран вот такой из фольги изнутри. И это вам никак не навредит. Так как атермальное стекло хорошо защищает от солнечных лучей. То есть никакого эффекта не придет. Но если на вашем автомобиле ветровое стекло обычное не атеральное, а простое, прозрачное, то здесь могут быть у вас неприятности. Фольга очень сильно фокусирует солнечный свет. Бывают такие случаи, что после большого нагрева вот эти вот липучки отлипают. И, соответственно, фольга ложится боком, солнце светит. И фольга как отражателем служит на вот эти вот участки. И, соответственно, вы когда не в автомобиле находитесь, тот участок нагревается, начинает расплавляться. Вот эти вот еще липучки очень быстро расплавляются. Если они из плохого такого силикона, вы увидите, что материал очень-очень слабенький. Не покупайте даже, потому что эти липучки могут расплавиться, упасть, и где-то вам какую-то дырку сделать и так дальше. Ну, вот такие вот случаи. Еще нужно смотреть, чтобы не было у вас, когда вы уходите на длительный период с автомобиля, чтобы у вас не было бутылок с водой, не лежали на открытой местности, чтобы солнце тоже не светило на бутылку. Потому что бутылка служит как линза. Она нагревает тот участок под собой, да, и может пропалить даже сидение полностью. Вот такая фольга фокусирует на всякие предметы и, конечно же, будет плавить. Она как линза служит, так что будьте очень внимательны. Вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам станет полезным. Вы подпишитесь на мой канал и нажмете на колокольчик. С вами был АвтоХакер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok